Самым первым залили каток на стадионе «Полёт». Этот кропотливый труд взяли на себя волонтёры. И уже сейчас здесь катаются дети. Залили каток и в парке «Декамир». Его основание уже готово. Площадку, как всегда, украсили цветными огнями, а из динамиков звучит хорошая музыка. К заливке катка на парковые 12 приступили только в начале прошлой недели. И желающие покататься уже внимательно следят за процессом подготовки льда, с нетерпением ожидая момента, когда он начнёт работать. Ребят, рассказывайте, ждёте, когда здесь лёд появится? Очень. Очень? Что делать будете? Мы будем его хранить, чтобы его никто не ломал. Так. Ну, а играть-то во что будете? Ну, у меня есть форма, там, хоккейная. Будем играть в хоккей. Команду уже набрали? Да. То есть юные хоккеисты? Да. Вообще, для того, чтобы лёд был гладким и толстым, его готовят в несколько этапов. Самое главное, не только хорошо пролить снег, но и утрамбовать его. Ну, мы уже второй день заливаем каток. Здесь вчера подготовили площадку, притрамбовали снег, и вот второй день заливаем его поэтапно, по слоям. Для начала готовится снежная площадка, трамбуется. И потом сначала холодной вальчикой проливаем. Дня 3-4, я думаю, будем лить, если морозы позволят. И потом уже горячей водой выровняем поверхность, чтобы было удобно и комфортно кататься. Сколько всего слоёв приходится заливать, скажем так, вот именно на этом? Очень сложно сказать. В прошлом году мы практически полтора недели его заливали. Сложнее заливать катки во дворах, ведь там поверхность совершенно не подготовлена для этого. Вода так или иначе уходит в землю, а потому приходится ждать, пока она тоже промёрзнет и перестанет пропускать влагу. К тому же рядом с некоторыми катками проходит теплотрасса. Она-то и не даёт льду как следует промёрзнуть, чтобы не возникали деформации. Новости Латкарина.